На этой неделе мы читаем Иван Леяна, 4 главу. Извините, нет, просто Иван Леяна, 10 главу, которую я хотел бы подметить. Прочитаю немного выборочно с 1 стиха. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчей, но перелазит индиф, то двор и разбойник. А входящей дверью есть пастор овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голос его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, за ним идут, потому что знает голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Из двадцать сиха, овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Христос взял пример овцы и пастор, и он сравнял, как бы, ну или образно поставил нас, он как пастор, а мы как овечки его. Христос всегда говорил земным, скажем, языком, чтобы нам можно было понять, видя какие-то образы. И задача, скажем, пастора, пастуха, в этом случае, который, его задача вести овец, направлять их. И одно из, как он их направляет, он их зовет голосом. И очень много примеров, как овцы, они очень хорошо различают голос своего пастуха. Я думаю, у достаточно много разных животных, которые реагируют и изучают голос своего хозяина. И на голос своего хозяина животные реагируют. И Христос привел пример овцы, и Он говорит, что овцы Мои слушают голос Мой. И они идут за Мною. И Он их ведет. И вот в пятом стихе написано, что за чужим же не идут, но бегут от Него. Как бы другой пастух звал бы этих овечек, но они от Него убегают, потому что они Его не знают. Это как, если один другой пастух пытается приходить и ведать эти животные в другом способе, они просто бегают от Него, потому что они не знают Его. Они научились различать голос своего пастуха, и они за Ним только идут. Кто-то другой зовет, они убегают и бегут туда, там, где Его и их пастух. И вот Библия говорит, что если я овечка Иисуса Христа, Вопрос, кто задает мне тон, как мне жить? Кто говорит или кто ведет меня, как мне жить? Где мы берем эту информацию, как нам жить? Как нам одеваться? Как нам тратить деньги? Сколько и куда влаживать свое время? Как проводить время? Как вообще жить? Как себя влаживать здесь, на земле? Как реагировать на какие-то ситуации в нашей жизни? И если так подумать, что в основном мы берем, как бы, смотря на других людей вокруг нас. И как тот живет, тот живет, как тот поступает. Мы как-то учимся от родителей или там от друзей и так далее. То есть, очень много голосов, которые дают нам информацию, как нам жить. И вот вся та информация, эти голоса, которые мы слышим, любые, я не говорю, что сейчас слышат какие-то голоса. Если ты слышишь голоса, то, да, говорят, что это уже проблема. Но все-таки очень много информации здесь с различных источников, которые постоянно направляются на нас. Это мысли, какие-то побуждения. И вот так как мы живем сегодня, как мы проводим свое время, это результат принятой нами информации, которую мы получили где-то. И Христос говорит, что овцы Мои, они слушают голос Мой. Они не слушают другие голоса. Они от них убегают. Потому что они знают, что это не голос пастора Моего. Библия говорит, что они убегают от этого, ну, тот, кто его зовет. Пришла какая-то идея мне в голову. Чья она? Моего пастора? Мой пастор может дать мне такую идею? Или Бог тебя не слышит? Или Бог тебя не слышит? У тебя ничего не получится. Ничего не получится. У кого-нибудь были такие мысли? Ты что-то делаешь, приходит, тебе просто ничего не получится. Вау, ни в кого, я один такой. Спасибо. Вау. У Тимофея. Спасибо, Тима, за поддержку. Откуда эта информация, которая приходит в наш разум? Это очень важно, потому что иногда мы ее как-то принимаем. Может быть, не совсем принимаем, но мы начинаем думать, ну, и вправду. Наша греховная природа, она тоже хочет управлять нами и говорить, как нам жить. Желания какие-то в нас, побуждения какие-то. Библия говорит, водимые различными похотями. Голос похоти, да? И Библия говорит, от этого нужно убегать. Голос страха. Голос неверия. Или голос врага. Различных, скажем, масок, даже через людей. Рекламы различные. Слухов, новостей. То есть, эта информация, это голоса просто в разной форме, которые направлены на нас. Ну, на всех людей, живущих здесь на земле. И вот Христос говорит, что овцы мои, они бегут от этих голосов. Потому что они знают, что это не голос моего пастора, они слушают голос пастора. Интересное есть место Писания, Матфея, 9 глава. 9 глава, 36 по 38 стихи. Можно хотя бы даже 1 глава, 36 стихи. Видя это Иисус Христос. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Христос, смотря на людей, Он дал оценку этим людям. Это эти люди были изнурены. Или другой перевод говорит, они были измучены. Или другой перевод говорит, потерянные, или выглядящие как потерянные. Или другой перевод будет, как потерянные, или выглядят, как они потерянные. И вот вопрос, почему? И вот вопрос, почему? Вот можно представить, нарисуйте в своем разуме овечку, которая... Которая изнуренная и рассеянная. Она просто усталая, бегает, она рассеянная, не знает, куда бежать. Она, наверное, давно уже нормально не кушала. Ищет какие-то, ну, потеряла своего пастуха. Она, ну, в страхе, потому что она не знает, что делать, боится других зверей. Вот Христос посмотрел на людей, и вот так для Него показались люди. И если нарисовать здоровую овечку, это которая... Ну, мы видим картины такие, когда овечка, да, на зеленом поле, там, другие овечки рядом, там, пастух. И овечка выглядит, ну, здорово. Она, ну, не испугана, потому что пастух ее рядом. Другие овцы рядом, она... Ты просто видишь, как эта овечка, она спокойная. И в Луке есть такое место, 21-я глава. В Луке, there's this passage of Scripture, in chapter 21. С 25-го стиха. From verse 25. And there will be signs in the sun and the moon and the stars, and on the earth dismay among the nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves. Люди будут издыхать от страхов и ожидания бедствий, градущий на вселенной, ибо силы небесные поколеблются. Men, fainting from fear at the expectation of things which are coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. И тогда увидят Сына Человеческого, градущего, на облаке силы и славы великой. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Когда же начнется это сбываться, тогда восклоните и поднимите голову ваше, потому что приближается избавление ваше. But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Вот интересно, здесь описано состояние людей последнего времени. It's really interesting, because this kind of paints the picture of the condition of people in the last times. Не просто какие-то люди, а все народы будут в унынии. Not just some certain specific people, but all nations will be in a place of despair and fainting. Люди настолько будут, ну, в депрессии. People will just be, like, in dismay, in depression. Насколько в недоумении. And such perplexity. То есть растираны, не знают, что происходит. Or just confusion, not knowing what's going on. В этом переводе, 26 стих, написано, что люди будут издыхать от страха. In another translation, or in this translation it says, people will be fainting or, yeah, fainting from fear. Представляете, терять сознание от страха. Imagine fainting from fear. Люди настолько будут перепуганы, что происходит, они будут не знать, что происходит. People are just so scared at what's about to happen, they won't even know what is happening. Состояние уныния, страха, недоумения. That condition of just despair and discouragement and fear and just confusion. Почему? Потому что у них нету пастора. Why? Because they don't have a shepherd. У них нету пастуха. They don't have a shepherd. Они не знают, куда идти. They don't know where to go. Они не знают, что происходит. They don't know what's going on. И боятся, что произойдет. And they're afraid of what's about to happen. И Христос в Матфея 11 глава говорит таким людям, что придите ко мне все труждающие и обремененные, и я вас успокою. И интересная ситуация была, да, полтора года назад, наверное. And there was a really interesting situation about a year and a half ago, right? В Калифорнии, там, в Калифорнии в последнее время часто что-то горит. In California, there's, you know, things are burning all the time, it seems. Но вот в 17-м году там был такой более серьезный пожар. But in 2017, there was a pretty serious fire. Люди в панике были. People were in panic. And one of my sisters, I don't know if she was just joking or whatever, but she says, you know, if anything, we can go to Alaska. Люди ходили в маске в городе, потому что, ну, воздух был настолько загражден, дым, потому что это было недалеко от Сакрамата. People were literally walking around in the city with face masks because the air was just so, like, so bad quality, so dirty. And this was, this was really close to Sacramento. И действительно, ну, ситуации были серьезные. And of course, you know, the situation was very serious. Через месяц или столько у нас было землетросение. And then about a month later or something, we had an earthquake. Получается, окей, значит, там горит, там тросет, а там, может быть, топит. Turns out, like, you know, it's, there's a fire there, there's an earthquake there, there's floods there. И если вот у человека нету пастора, and if a person doesn't have a shepherd, человек начинает теряться. A person starts to get lost. Сюда бежать, что делать? What do I do? Where do I go? Кто-то думает переезжать назад на Украину. Someone's thinking, it's time to move back to Ukraine. Интересно, когда в Калифорнии были вот эти вот прививки, обязательно нужно было их сделать. What's interesting is when there was those vaccinations in California became mandatory, you had to get vaccinated. Я вот интересно смотрел, как люди начали паниковать, кто-то, ну, с этим не был согласен, их в тюрьму сажали. Я думал, вау, интересно. И когда мы приехали на Украину в гостях, были в там небольшом городке, там то же самое. Мы были в гостях, и как раз дочь моего дворона брата приехала со своими детьми, которым делали вот эти обязательные прививки. И я к чему говорю, что когда у человека нету пастора, человек начинает теряться. И не то, что христианин, а тот, который все игнорирует. Христианин, это только как страус, знаете, свою голову засунул в песок, чтобы и уши, и глаза были закрыты песком. Это как эта идея, что христианин должен быть в гостях, который просто убирает их головы в тюрьму, так что их глаза и уши будут закрыты. Я ничего не вижу, я ничего не слышу. Когда мы видим историю, христианин или церковь проходила через разные периоды жизни. Когда христианин проходили через серьезные ситуации. Когда их и болели на кострах, и распинали. И люди жили в катакомбах. Или недалеко наш бывший Советский Союз, как христиан, сажали в тюрьмы, за то, что они верят в Иисуса Христа. И знаете, людей, не верующих, это удивляло, как они могут продолжать жизнь и существовать. Потому что у них был пастор. Который их вел. Который с ними разговаривал. Который их питал. Который их кормил и защищал. И они проходили это все. И потому моя мысль сегодня, когда Христос говорит, что овцы Мои, они слушают голос Мой. Другие голоса, которые ты слышишь, Христос говорит, убегай от меня. Разницы нету, любая информация, которая пришла тебе в голову, или ситуация какая-то тебе говорит. Твой пастор, он всегда рядом с тобой. А что, пастор, что ты мне говоришь? Я слышу эту информацию. Эти мысли. Идеи. Мой пастор, что ты мне говоришь? Куда ты меня направляешь? Как ты хочешь, чтобы я жил? Потому что если мы принадлежим Иисусу Христу, Библия говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Библия говорит, что не я живу, но Христос живет во мне. Псалом 22. Псалом 22. Всем нам знакомый. We all know this one. Наверное, любимый с детства. It's probably a favorite from birth. Это Псалом 22, Псалом Давида. This is Psalm 22. A psalm of David. Палминский 23, psalm. And English is Psalm 23, sorry. И вот Давид говорит, это его Псалом. And David says, this is my psalm. Господь, пастор мой. The Lord is my shepherd. Я хотел бы, чтобы мы, читая этот Псалом, чтобы мы как бы, мы исповедовали вот это. Является ли Господь твоим пастором? Можешь ли ты сказать, Господь, пастор мой? То, что Он всех пастор, это понятно. Является ли Он твоим пастором? Или ты сомневаешься? Или ты не пролежишь Ему? Или ты не принадлежишь Ему? Но Библия говорит, и Христос в той же самой главе, Он говорит, что кто принял Меня, кто вошел через Меня, тот получил спасение. And Jesus, in that same chapter, He was saying that He who received Me, He who has entered Me, has received eternal life and salvation. Христос сказал, что Я есть дверь. He says, I am the door. В другом месте Христос сказал, Я есть путь, Я истинно, Я есть жизнь. And another scripture, Jesus says, I am the way and the truth and the life. Если ты принял Иисуса Христа, ты Его овечка. If you have received and given your life to Jesus, you are His sheep. Ты принадлежишь Ему. You belong to Him. Давайте вместе еще раз прочитаем этот псалом. Let's read this psalm again together. Господь, пастор мой. The Lord is my shepherd. Если можно, вы просто себе или про себя говорите эти слова. If you're able, just repeat or just say it to yourself or whatever. Я ни в чем не буду нуждаться. I shall not want. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. He makes me lie down in green pastures and leads me besides quiet waters. Знаете, когда я читал этот второй стих, для меня знаете, как-то в разуме представились эти злачные пажети и тихие воды. You know, when I was reading this verse 2, I just kind of got this picture in my mind of these green pastures and these quiet waters. This is like, I'm just in a resort. И нам почему-то приятно быть, смотреть на воду. Говорят, что вода, она успокаивает. И вот я подумал, мы часто гоняемся за многим чем. И иногда мы забываем, что у нас есть пастор, который хочет нас водить к этим тихим водам, который хочет вести нас к этим тихим водам. Он хочет вести нас к этим тихим водам. Вот третий стих говорит, он подкрепляет душу мою. Направляет меня на стези правды ради имени своего. Что такое душа? Разум, воля и чувства. И вот что такое изнаренная душа? Когда в голове так много чего. There's so much going on in your brain. Страхов, переживания. Fear and worry. Волнение. And distress. Сомнений. And doubt. И, соответственно, тогда чувства наши взболтанные. And then that leads to our emotions being just all over the place. Чувства на пределе. These are emotions are just on the edge. Наша воля тогда как-то она теряет силу и не может реагировать твердо. Our will and our will power just loses its vitality and you're not able to react like you need to. Вот если ты овечка Иисуса Христа, Он говорит, у тебя есть доступ к этим тихим водам. And so if you're a sheep of Jesus, He says you have access to these quiet waters. Там, где ты можешь прийти и утолить свою жажду. Укрепить свою душу. Там, где твои эмоции могут стать на место. Там, где в разуме может прийти мир. Ты можешь успокоиться. Я не думаю, что Давид просто сочинил красивую какую-то песню под заказ. Ну давай как-то придумаем, скинем какие-то пару слов и Господь, пастор мой. You know, let's just throw together some lyrics and, you know, make a pretty melody. The Lord is my shepherd. Он говорил, потому что он так жил. No, he says this because this is the way that he lives. Господь подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. The Lord restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. И как раз очень много голосов они нас вытягивают от нашего пастора. And it seems like all those voices, they tend to draw us away from our shepherds. Чтобы мы жили в переживаниях, в страхе. В волнении. Чем угодно, просто загруженным. I'd just be overwhelmed with so many things. Может быть, у меня только такое бывает. Maybe that's just me. Тимофей тоже. Tim too. Или тебе тоже. Смотрите, что Давид говорит дальше. Если я пойду и долиной смертной тени. And look what David says farther. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Разве у христиан такое бывает? Does this happen to Christians though? На земле все есть. Everything happens on earth. Есть и равнины, правда? There's, you know, there's the smooth places. Есть, мы бываем на высоте. There was the different, you know, elevations. Кажется, мы сейчас покорем весь мир. You know, when we're on a mountain top, we're gonna conquer the world. А потом где-то мы яму поймали. And then we gotta drop down into the valley. И думаем, почему я здесь? Like, why am I here? Что происходит? What's going on? И Давид говорит, если я пойду, и пойдешь, потому что ты живешь на земле. And David says, if even if I go, and chances are you'll go, because you live on earth. И долину из смертной тени не убоюсь зла. If I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Потому что ты со мною. Because you are with me. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Your rod and your staff, they comfort me. И вот здесь, если ты научился слышать голос твоего пастора, And so here, if you've learned to know the voice of your shepherd, единственное, пройти этой долиной смерти и ну не пасть там, You know, it's one thing to walk through the valley of the shadow of death and not fall down. И ты верой понимаешь, Господь, ты рядом со мной. You just walk by faith, knowing that God is with you. Кто тебе такое сказал? Who told you this? Господь мне сказал. The Lord told me. Господь сказал, что я твой пастор. The Lord said, I am your shepherd. И дальше говорит, ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. And then he continues and he says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей и я пребуду в Доме Господня многие дни. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Вы знаете, иногда мы так концентрируемся на того, чего у нас нету. And you know, oftentimes we so tend to focus on the things that we don't have. Вместо того, чтобы фокусироваться на то, что Господь говорит тебе. Instead of just focus on what is God telling you today. А эти голоса постоянно тебя отвлекают. Ну, ты веришь, веришь, но оно не происходит. И думаешь, ладно, я сдаюсь. Но Господь сказал тебе, что Он ответит тебе. Он проведет тебя. Я недавно смотрел, как-то у меня такое время было недавно. С Тимофеем мы вдвоем в джакузи сидели. И просто смотришь на свою жизнь, думаешь, Господь, как ты милостив. Прости меня, что я вот иногда фокусируюсь не на том. Но на работе не получается, там что-то не получается, то меня расстраивает, то меня расстраивает. И я не говорю, что оно никогда тебя не расстраивать не будет. Но я говорю о том, на чем мы сфокусируемся, какие голоса мы слышим. Кому мы больше верим? Даже если посмотреть за мою короткую жизнь, начиная там с Сакрамента, я прошел некоторые вещи как бы в своей жизни. И сегодня я смотрю на это, думаешь, я же через все прошел. Господь меня не подвел. Почему я сегодня буду переживать, что будет завтра? Но если он мой пастор, он меня ведет. То теперь, понимая что-то, я должен, наоборот, ухватиться больше, смотреть на моего пастора, и я пройду все, что мне нужно пройти. Апостол Павел говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Иисусе Христе. Любые ситуации в твоей жизни ты сможешь пройти. Иногда ты с воспитанием детей думаешь, вообще не знаю, как я через это все пройду. Кажется, так все хорошо. А потом кто-то из них что-нибудь выдаст. Думаешь, откуда и зачем? И иногда думаешь, ну, мне кажется, я таким не был. А потом послушаешь свою маму и думаешь, может быть, но я не помню. Кажется, я был таким хорошим. И различные ситуации в нашей жизни есть. И я недавно одному человеку желал или советовал. Мы живем в этом мире, который мир весь сломан и полон сломанных людей. Ты смотришь, там просто жизнь ушла, там ушла, там просто несчастье, там несчастье, там не получилось. Я ему говорю, держись Иисуса, потому что и не отпускай его, потому что Иисус тебя никогда не бросит. Представьте, горит какое-то здание или лес, и ты идешь там, и человек говорит тебе, держи руку, я тебя проведу. И как бы тебе не было страшно, если он тебя проведет, ты просто держишь руку, и ты через это пройдешь. Жизнь пройдет и проходит или устоит только тот, который держит за Иисусом. и мы будем свидетельствовать, и будет еще больше свидетельств, которые ты будешь говорить, Господь меня через это провел, Господь меня через это провел, Господь мне здесь помог. И вот мы иногда чувствуем изнуренный и рассеянный, это потому что мы слушаем другие голоса. или мы идем на повод своей похоти, своих желаний греховных. И различные голоса, различные мысли, различные идеи, ситуации, проблемы, все вместе. А Господь говорит, убегает от этого. Если ты будешь слушать мой голос, если ты будешь следовать за мной, ты будешь всегда здоровым. И если даже в нашей стране ситуации будут, ну, оскалировать, то есть, ну, умножаться против даже христиан. Тебе нечего бояться, потому что Господь твой пастор. Ты Ему можешь доверять. И очень просто, слыша голос Божий, прежде всего Бог говорит через Его Слово. Если я говорю, я хочу слышать голос Божий, но я не читаю Библию, это ненормально. Потому что, если иногда люди говорят, ну, я слышал голос или побуждение, мне Бог говорит. Но если это не подтверждается в Божьем Слове, оно не может быть голосом Божьим. Дальше Бог говорит с нашим сердцем, с нашей совестью. Он использует это направлять нас, говорить к нам. Если мы игнорируем даже свою совесть, о каком еще голосе можно еще говорить, о каком еще голосе можно еще говорить? И еще одно, что Бог использует, это когда Бог что-то говорит, подтверждает, Бог ложит в сердце мир. И еще одно, что Бог ведет нас, что Он подходит Слово в сердце. Вы знаете, вот иногда проблему, когда ты слышишь, какую-то новость плохую, ну я имею в виду в личной какой-то, в личной жизни. И ты начинаешь молиться, и просто приходит мир Божий. Но оно еще ничего не изменилось. Ты еще не услышал, что эта новость неправильная. Но пастор уже тебе сказал в твоем сердце, все нормально. Или когда ты делаешь что-то ненормально, Бог просто забирает у тебя мир. Это говорит о том, что ты не то делаешь, что ты должен делать. Поэтому я очень рад, что у нас есть пастор добрый. Даже когда мы начинаем где-то увиливать, нам показалось, что там где-то на той поляне что-то зеленеет лучше, чем вот здесь. И потом где-то нас, ну, занесло где-то с обрыва. Какой пастор добрый, который он идет и ищет тебя и достает? Иногда мы думаем, что он нас возьмет и принесет обязательно с собой дубину. И так от дубасит уже. И так от дубасит уже. Че туда пошел? Смотрите, Библия говорит, а Библия говорит, он говорит, он берет на плечи. Перевязывает и приводит назад в свое стадо. Насколько быть христианином, последователем Иисуса Христа, это привилегия огромная. Быть овечкой Иисуса Христа, Важно только одно, слышать Его голос. Потому, если на средней неделе у тебя появляется ничего, какое-то настроение не то, или какие-то чувства не те, куда-то, ну, страх какой-то, что бы это ни было, это для тебя сигнал. Мне от этого надо убегать. Куда бежать? Своему пастору. Своему пастору. Если внутри в тебя ты чувствуешь себя изнуренным. и понимаешь, что где-то ты свернул не туда. Пастор добрый тебя зовет. Он хочет тебя подкрепить, твою душу. Потому, что он хочет, чтобы даже среди всех ситуаций на земле, он хочет, чтобы ты был спокойный. Потому, что он хочет, no matter what situation is going on in your life, so you would be calm, so you would be full of peace. Давайте мы встанем для молитвы. Let's rise for prayer.